Коляску я мечтала давно затестить и вот почему голландская муцинекса удивляет крутыми материалами и классными фишками, например, спинка с автоматическим натягиванием ремешков, возможностью компактно ее сложить, не вынимая вещи из корзины. Радует классная посадка для детей любого возраста и, конечно, невероятно легкий ход. С управлением этой крошкой легко справится даже первокласска. Но куда без минусов. В этой коляске мы их тоже нашли. Если вы хотите принять участие в тест-драйве колясок, просто напишите мне в директ в моем инстаграме. Принять участие может любая мама. А пока смотрите это видео до конца, чтобы понять, подойдет ли коляска именно вам. Nexo весит 9,5 килограммов и рассчитан на детей до 15. Ручка Nexo выполнена из мягкой кокожей. Она аккуратно прошита бейсбольным швом. Очень приятно на ощупь. Телескопически регулируется по высоте. Максимальная высота здесь 102 сантиметра. У Nexo большой капюшон. Он регулируется бесшумно. Есть дополнительная секция на молнии. Изнутри есть специальное покрытие, благодаря которому капюшон не пропускает воду и сильный ветер. Есть большое смотровое окно. Открывается оно на магнитах. Посадка в муце очень удобная. Нет завала спинки. Дети сидят комфортно. Спинка регулируется рычажком. Установить ее можно под любым углом. Что приятно, ремни затягиваются автоматически при нажатии на клавишу. Так что регулировать спинку можно одной рукой. Длина спального места 86 сантиметров. Ширина в районе 30. Бампер легко открывается. С каждой стороны он покрыт той же, какой же, что и ручка. И также аккуратно прошит. Ткань сзади на капюшоне крепится на кнопках, поэтому в жаркую погоду ее можно отстегнуть и приоткрыть вот таким образом. В открытом виде можно ее закрепить на магните. Здесь длинные ремни безопасности. Хватит их на весь период использования даже в зимней одежде. Верхние ремни можно снять или переставить. Можно использовать только нижние ремни. Мне очень нравится, как сделана каждая деталь мутси. Посмотрите, как круто отделаны отверстия для ремешков. Они никогда не надорвутся и отсюда никогда не полезут нитки. Все накладки на ремнях крепятся на липучках. Благодаря этому они не потеряются. А наплечные накладки можно закрепить таким образом, чтобы ремешки были приподняты над креслом. Благодаря этому, когда вы сажаете малыша в коляску, ремешки автоматически оказываются на плечиках ребенка и их не придется искать у него за спиной или под попой. Подножка регулируется одной рукой. Есть большая удобная подножка для подросших детей. Вместительная корзина с удобным доступом даже при опущенной спинке. Тормоз здесь не пачкает обувь. Передние колеса можно зафиксировать. Складывается коляска двумя руками. Сначала сложим ручку до конца, затем верхнюю часть рамы, а потом нижнюю. Кстати, при сложении вещи из корзины можно не вынимать. Nexus сложится даже если корзина заполнена. Вынимать ничего не нужно и это крайне удобно, когда вы кладете коляску в машину. Коляска в сложном виде не стоит. Ее можно нести или поставить на все четыре колеса. Для более компактного сложения все четыре колеса можно снять. Чтобы разложить коляску, нужно отстегнуть защелку. Nexa отлично управляется одной рукой. Это легкая маневренная коляска. Она отлично подойдет, если у вас есть старший ребенок, который, например, просится на ручки или постоянно берет с собой собакат, который потом оставляет вам. С ней удобно пить кофе, разговаривать по телефону или что-нибудь писать. Рука не напрягается, рулится коляска одной рукой совершенно замечательно. Nexa создана для города, но даже по дорожкам Бисовского леса она прошла очень достойно. Nexa не будет стопориться, если у вас есть трамвайные пути, кочки, ямки. Она хорошо пройдет всяческие неровности. Тяжело ей придется на тот дальнем бездорожье и на каких-нибудь вот таких огромных кочках. Все-таки Nexa коляска для города, а не вездеход. Таскать ее по таким буракам не стоит. Отдельно хотелось бы выделить амортизацию. Несмотря на свои скромные габариты, Nexa отлично глотает всю вибрацию от дороги и сравнима с колясками на надувных колесах с амортизацией в раме. Независимо от веса ребенка, она остается мягкой и плавной. Это очень приятно, особенно когда малыш совсем маленький. Nexa легко поднять на бордюры. Правда, если корзина набита вещами, высокие бордюры она может задевать. Дно у корзины жесткое, так что она не протрется. На передние колеса спускается она не слишком уверенно, нужно помогать себе ногой. Поэтому лучше спускать ее на задних колесах. Ширина шасси здесь всего 51 см и она входит в большинство пандусов и подойдет для узких лифтов. При движении по неровностям от колес есть звук. В Nexa я выделила бы два минуса. Первый – это небольшая высота ручки. Людям с ростом выше 170 см она низковата. При этом она будет очень комфортна любым родителям ростом до 170 см. Приятно, что у нее хороший вынос и никто никогда не пинает задние колеса или перекладину между ними. Еще один минус – это наличие звука от передних колес, но при желании его легко устранить. Я такой звук, как правило, вообще не замечаю, потому что Москва – это шумный город и, в принципе, звук от колес здесь особенно не заметил. Жирные плюсы коляски за крутые материалы, от которых по-настоящему кайфуешь. Такие они приятные. За удобную посадку, где хорошо детям независимо от их возраста и роста. Мой сын ростом более 100 см с комфортом спал в Nexo, и это для меня очень ценно. Жирный плюс за крутое крепление ремней, за большую корзину, в общем, за классный функционал. Компактная юркая крошка, идеально подходящая для городской жизни. С ней удобно, если у вас в доме маленький лифт, есть пандусы и ступеньки, если у вас есть старший ребенок. Она подойдет для маленького багажника автомобиля, так как компактно складывается, и подойдет для поездок на общественном транспорте. Я объездила с Nexo всю Москву на автобусах, трамваях и метро. Коляска занимает совсем мало места в общественном транспорте, и поэтому не мешает другим пассажирам, что очень приятно.